Городку Восточной Пруссии выдвинулась механизированная группа. Судя по составу техники, это механизированный разведывательный батальон советской танковой дивизии. Воспользовавшись внезапностью, воспользовавшись тем, что противник полагал себя глубоко в тылу, а наши разведчики смогут атаковать окраины немецкого городка. Великая Отечественная война была войной техники, и вы видите, что на поле боя обильно представлены советские автомобили. Это ГАЗ-67, которые использовались именно в мотеризованных разведывательных частях. Вы видите, что на технике установлены дробнокалиберные полежеты ДСФ. Также машину фиксировали за собой полковую пушку, легкую, манерную, которую легко перемещать по полю боя. И теперь советский разведбан, несмотря на то, что вроде бы предназначен для разведки, создал ошеломляющую огневую мощь в попытке подавить сопротивление немцев и взлетал, захватить укрепленный пункт. Вперед продвигается советская пехота. Вы видите, что пехота была вынуждена остановиться под пулеметным огнем немцев, и на прикрытии ей выдвигается легкий танк Т-70. К концу войны эти танки уже устарели, не производились более, однако отдельные машины продолжали использовать на фронте, и, как правило, именно для усиления разведывательных батальонов. Легкий танк, маневренный, который проходит все, в том числе и слабые полуразрушенные мосты, являлся важным усилением для разведчиков, когда им приходилось вести вот такой встречный бой. Вы видите, что при поддержке танкового орудия и при поддержке полевых орудий, выдвинутых вперед буквально в боевые порядки пехоты, советские войска устремляются вперед и ревком захватывают первую линию трансей. Немецкие войска, а вы видите, что они в эсэсовской рухлянной форме, отступают под огневым давлением советских войск и отходят на вторую линию укреплений, вторую линию трансей. Во время населенный пункт становится своеобразной нейтральной территорией. На одной окраине уже Красная Армия, на другой еще немцы. И хотя это и очень опасно, но для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, советские танкисты подошлись слишком близко к окраине населенного пункта, к домам, и мы видим, что выстрелом из гранатомета «Панцер-Шрек» немцам удается поджечь советскую бронированную машину. Это оружие, как его называют «Саус-Патроны» по «Отцер-Шреке», позволяло на близкой дистанции, если удалось подобраться к нашему танку, практически гарантированно его уничтожить. Однако, хотя немцам и удалось уничтожить бронеединицу советских войск, под ее прикрытием «Пехота» сумела приблизиться на окраины города и теперь ведет бой среди городских строений. Самый опасный участок, открытое поле, оказался преодолен под прикрытием бронетехники, и теперь вы видите, что советские войска занимают населенный пункт. Оказавшись под воздействием превосходящих сил советской армии, валеные немцы были отброшены. Обратите внимание, что противник также замаскировал наверху артиллерию, которая сейчас обстреливает советских разведчиков, постепенно накапливающихся в городской застройке. Немцы используют советское орудие ЗИС-3 или, может быть, С-22, которое похоже по силуэту. Это в 44-м году. Дело в том, что немцы за время войны, особенно в 41-м году, заплатили большое количество советской военной техники и теперь к концу войны бросали в бой все, что смогли накопить. Храбрые немецкие артиллеристы остались на переднем крае прикрывать отступление своих войск, но они остались без прикрытия пехоты и поэтому были уничтожены автоматическим огнем советских солдат. Артиллеристы были перебиты. Мы видим, что советский разведпад продолжает наступление в направлении мельницы и пытается прорвать вторую линию немецких траншей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тем временем обратите внимание, что из тыла советских войск выдвигаются части усиления. Там, где разведка столкнулась с ожесточенным сопротивлением, в ней на смену приходят царицы полей пехота. В данном случае обратите внимание на то, что в рядах советских войск много тяжелого вооружения. Это мобильный минометно-пулеметный взвод. Хорошо вооруженное небольшое подразделение, задача которого усилить оборону захватенного укрепленного пункта. Вы видите, что наступательный порыв советских разведчиков был остановлен. И теперь войска выполняют следующую боевую задачу. Разведчики, по идее, должны отойти, уступить боевые порядки пехоты, которая, в свою очередь, быстро занимает оставленные противникам укрепления и приступает к их подготовке. Потому что все понимали, что контрнаступление немецких войск неизбежно. Вообще, все сражение, первый натиск на Восточную Пруссию, вся губнингальдапская операция представляла собой непрерывный встречный бой. Здесь даже трудно было понять, кто именно атакует, а кто обороняется. Обе стороны очень активно маневрировали, обе стороны бросали вперед технику. Поэтому, как только советским войскам удавалось закрепиться в каком-то населенном пункте, даже если это было просто пара разрушенных домиков, сразу же необходимо было укрепить его новыми укреплениями, расчистить, выкопать новые траншеи и таким образом не позволить противнику контратакой это укрепление занять. Мы видим, что пехота, в том числе морская пехота, пришла на смену разведчикам и сумела завершить их наступательный порыв и захватить вторую линию немецких укреплений. Обратите внимание на действия мотоциклов. Разведчики бросили их вперед, хотя это и техника и не предназначена для действия в боевых порядках, там, где противник оказывает серьезное сопротивление. Это все-таки техника скорее для разведки. Однако каждый мотоцикл – это мобильный, высокоподвижный пулемет, который может занять удобную позицию. И поэтому, хотя риск для мотоциклистов, для пулеметчиков чрезвычайно велик, они идут на этот риск для того, чтобы поддержать своих товарищей пехотинцев, для того, чтобы подавить противника шквальным огнем и таким образом закрепить успех пехоты, не дать возможность противнику быстрой контратакой отбросить советские войска. Обратите внимание, что в центре, среди горящих домов, развернуты минометы. Минометно-пулеметный взвод приступил к своей работе и ведет огонь на подавление противника. Обратите внимание, что в стылу советских войск начинает действовать санитарный отряд, задача которого – вынести раненых, отправить их в Медсанбат. К 44-му году советские войска испытывали огромный недостаток уже в личном составе, но к 44-му году удалось уже и наладить санитарно-медицинскую службу, поэтому советские войска возвращали в строй более 75% раненых. Этот показатель был выше, чем у всех остальных. Ведут огонь на подавление противника, для того, чтобы не дать возможность врагу перегруппироваться, собраться в боевые порядки и нанести контрудар. Да, пойду! Советские солдаты заняли укрепление, постарались слиться с местностью, потому что они понимают, что в это самое время отброшенные немцы вызывают на помощь себе большого брата. Кто это окажется? Бог войны, артиллерия или, может быть, танки, которые будут брошены в наступление? Во время боя никогда не знаешь. Однако вот эта уверенность в том, что враг будет контратаковать, заставляет советские войска еще плотнее вживаться в землю, окапываться и использовать каждое мгновение, каждую минуту для подготовки к отражению вражеской контратаки. Тем временем вы видите, что техника отправилась назад, в тыл. Разведчики, захватив ключевую позицию, отправляют донесения в штаб о том, что здесь есть возможность продолжать развивать наступление. И все сейчас напряженно ожидают, кто же первый подойдет на поле боя. Контратакующие немецкие части или же советские части, готовые развить наступление дальше. От того, кто первый выйдет на эту позицию, зависит и судьба наступления, зависит и судьба тех солдат, которые сейчас занимают развалину этого городка. Ты хочешь, что они поедут? Как они, это самое, я удивляюсь, как они наоборот не захватили. Нет, по-обороту. Это, по-обороту. На зря соревнования окапывались. Противник, узнав о том, что населенный пункт потерян, вызвал огонь артиллерии. Вы видите, что немцы, отбросанные из населенного пункта, начинают контратаку под прикрытием массированного артиллерийского огня. К 44-му году обе стороны очень хорошо научились воевать. Очень хорошо научились воевать в тактическом плане. И каждый бой, каждый напряженный, ожесточенный, кровавый бой, при этом был еще и борьбой умов, борьбой штабов, пеловиков, которые должны были вовремя подбросить в направлении событий дополнительные единицы техники, а главное дополнительное количество снарядов. Во время фронтовой наступательной операции каждая батарея выпускала в сутки более вагона снарядов. И поэтому тот, кто лучше справлялся с задачами логистики, кто лучше справлялся с задачами серебровских тылов, тот получал преимущество на поле боя. Конечно, советским войскам, наступающим вглубь вратской территории, в этом плане приходилось тяжелее. Мы видим, что немцы активно обстреливают позиции советских войск, в то время как у пехота под прикрытием вала огня буквально вплотную к обрывающимся снарядам обходит городок с фланга. Передовая траншея советских войск оказалась под фланговым огнем, простреливается вдоль, и поэтому советские солдаты вынуждены ее оставить и отступить. За счет массированного применения артиллерии и за счет обходного маневра, предпринятого в Атлан советским войскам, немцам удается заставить советскую пехоту очистить передовые позиции частично отступить вглубь городской застройки, частично советские подразделения отходят, оставляют с большим трудом и большой кровью захваченный городок. Однако часть советских войск в первую очередь минометно-пулеметный взвод, который ему поставлен на задачу создать создать укрепленный район, которому поставлена задача на удержание, они остаются здесь и пока не получат другого приказа, отходить не имеют права. Немцы видят, что без поддержки артиллерии они не могут выбить советских солдат, и поэтому обратите внимание, что на поле боя выдвигаются наступающих или обороняющихся порядков. Однако в случае, когда впереди идут ожесточенные бои и без поддержки пехоты, без поддержки артиллерии немецкая пехота не может захватить городскую застройку. Немцы вынуждены бросить САУ вперед, хоть это и не роль артиллерийской установки, мобильной, хоть это роль танка, но на дворе 44-й год и немцам уже не хватает техники, иногда они вынуждены импровизировать, иногда они вынуждены бросать вперед все, что есть под рукой, как сейчас. Вы видите, что бой достиг своей кульминации, невиданного ожесточения. немецкая пехота не может заплатить городскую застройку, но и советской пехоте головы не поднять из-за массированного обстрела. На поле боя все замерло в неустойчивом равновесии. обе стороны выдвинули вперед артиллерию, буквально в порядке своей пехоты и происходит перестрелка. Однако мы видим, что использование самоходной артиллерийской установки в передовых порядках не пошло на пользу и САУ-Мардер подожжена. Очень часто на поле боя вплоть до 1945 года применялись противотанковые ружья. Вот и в данном случае САУ была подбита из ПТРД противотанкового ружья Дегтярева. Для того, чтобы уничтожить бронированную единицу противника из ПТРД, особенно в конце войны, когда вражеские танки САУ обросли уже тяжелой броней, приходилось стрелять буквально в упор и требовались воистину стальные нервы для того, чтобы находясь в нескольких метрах от вражеского бронированного чудовища вести убийственно точный огонь не просто по коробке вражеского танка или САУ, но только строго уязвимые места. Тем не менее, среди советских солдат находились такие воины, которые умудрялись в течение одного боя отжигать ни один и ни два даже вражеских танка. Таких солдат было очень мало и не случайно их с полным правом называют героями. за успешные боевые действия в передовых порядках, за уничтоженную вражескую технику многие бойцы гвардейцы, бойцы 11-й армии были награждены орденами, медалями и званиями Героя Советского Союза. Итак, мы видим, что противнику удалось занять окраины населенного пункта, практически окружить отряд советских войск, отряд советских разведчиков, минометчиков и пулеметчиков и теперь противник ведет огонь до подавления, накапливаясь перед решительной контратакой, которая позволит восстановить положение на этом участке Советско-Германского фронта, захватить населенный пункт обратно, удержать его и таким образом не позволить советским войскам развивать выступление. Вы видите, что немцы уже со всех сторон окружили два изолированных домика. Эта ситуация очень часто бывала в ходе наступательных сражений, когда войска буквально перемешивались друг с другом. На помощь советским разведчикам приходит советская пехота восстановив боевые порядки после отступления советские пехотинцы пытаются не дать противнику замкнуть кольцо окружения, восстановить связь со своим окруженным отрядом и таким образом стабилизировать ситуацию. Советская пехота наступает, но оказывается под плотно пулеметным огнем. Оставшись без техники, которая была отчасти выбита, отчасти ушла в тыл и была перенацелена на другие задачи, советская пехота оказалась в чистом поле. Казалось, что городок уже наш и его можно удерживать без поддержки техники. Но перипетии боя оказались таковы, что основная часть советских войск была отбросена и теперь вынуждена штурмовать этот укрепленный пункт повторно. Вы сами видите, что фактически возникла та самая через полосица. В глубине немецкие войска, потом советский небольшой анклав, окруженный со всех сторон противником, потом опять передовая линия траншей, занятая немцами, и потом советская пехота, которая под огнем пулеметов находится в чистом поле. Атака не удалась подавить огневые точки немцев не удалось и советские пехотинцы вынуждены мобильные артиллерийские установки САУ и применить их против засевших в домах советских разведчиков. Разрушить укрепление, разрушить город, однако сократить его вновь. Советские разведчики видят, что они окружены со всех сторон и враг накапливает силы. Сейчас в этой точке находится очень много фашистов. Сейчас последует рывок и последние советские солдаты погибнут. Поэтому, воспользовавшись с тем, что у разведчиков осталась связь со штабом, советская разведка вызывает огонь на себя для того, чтобы уничтожить немцев даже ценой собственной жизни. Советская корпусная артиллерия накрывает поле боя плотным артиллерийским огнем. Немцы, не выдерживая его, бросаются под прикрытие стен, там закипают рукопастные складки и посреди всего этого кровавого безумия продолжают рваться снаряды, потому что артиллерия выполняет свою огневую задачу, ведет огонь туда, где много личного состава противника с тем, чтобы перемолоть и уничтожить немецкие части, даже если ценой этого будут потери среди советских солдат. Воспользовавшись тем, что оборона противника подавлена и дезорганизована мощным артиллерийским налетом, советская пехота бросается в выступлении. Пехотинцы следуют за огневым валом. Практически в притирку к сулканам разрывом они двигаются вперед и под покрытием плотного огня занимают первую линию траншей и продолжают развивать наступление в огонь и тык кипящего боя. Мы видим, что на переднем плане ГАЗ-67 разведчиков буксирует легкую полковую пушку на смену крупным калибром которые стреляют из километровой глубины обороны приходят их собрать артиллеристы которые двигаются буквально в наступающих порядках пехоты. У них не такие впечатляющие калибры их разрывы не так громко звучат но зато они стреляют прямой наводкой в упор и поэтому могут достигнуть гораздо лучших результатов за счет точных попаданий. немцы вновь выбиты отбросанного населенного пункта они отходят в направлении мельницы и занимают вторую линию обороны советские войска восстановили положение восстановили связь с теми разведчиков кто выжил в круговерке боя советские войска вновь занимают населенный пункт накапливаются в нем для того чтобы продолжить наступление и вот подтянув резервы советская пехота с криком в атаку бросается вперед на позиции противника навстречу советской пехоте часто бьют пулеметы кажется что сквал пуль становится физически плотным и никто не может уцелеть на поле боя при таком массированном огне однако огонь полковых артиллеристов выдвинутых на прибой наводку позволяет подавить огневые точки или по крайней мере подняв дым от разрывов пыль от разрывов создать своего рода завесу под прикрытием которой советские пехотинцы бросаются вперед сближаются с противником на расстояние гранатного броска остался последний рывок войска сблизились на расстояние гранатного броска решительный натиск и советская пехота и моряки балтийского флота врываются в ображеские траншеи разворачивается финальная схватка она достигает высшей степени накала бой идет в рукопашную штыки в штыки приклад против приклада теперь уже немецкая пехота оказалась отброшена в чистое поле за окраины укрепленного пункта последние отчаянные пулеметчики продолжают стрелять несмотря ни на что однако умолкают добитые в рукопашной схватке советские войска заняли вторую линию обороны немцы отброшены в чистое поле они хотят контратаковать они хотят еще раз накопиться там для того чтобы продолжить это ожесточенное сражение за город однако мы видим что советские войска не остановились не перешли к обороне а продолжают наступление им на помощь приходит советская техника начинает прикрывать их огнем выдвигается вперед для того чтобы прикрыть их броней потому что наконец-то появилась возможность развивать успех наконец-то появилась возможность прорваться через вражеские укрепления через плотную застройку и использовать преимущество брони и техники советские советские войска преследуют отступающего противника здесь и сейчас войска 11-й гвардейской армии выполнили поставленную командованием задачу обладели населенным пунктом и продолжают наступление до победы остаются считанные месяцы мы победили слава русским воинам слава советской армии слава народу победителю ура всем временем